Ни о чем не думай, все исполнится. Ни о чем не думай, все исполнится. Это можно сделать гимном некоторых павловских бизнесменов, которые не заключают предусмотренный законом договор на вывоз мусора. А значит не ясно, куда отправляются отходы, например, с этого рынка. Во время рейда рекоператора арендаторы предлагают свой вариант. Ну у нас в основном коробки тут выбрасываются. У нас такого мусора столового нет. В основном картонную коробку. А вывозят, что трактор приходит. И вывозят. А вы где-то в Беларусь? А, ну где-нибудь куда? На полигон? Ну мы не знаем, куда они вывозят. Арендаторы говорят, что вывоз мусора у них входит в аренду. При этом выбрасывают они все не в контейнеры, а в телегу на заднем дворе. Вот такую. Владельца рынка в торговых рядах мы не смогли найти, но он нашел нас сам. А что за телега у вас стоит? Телега, это моя телега, это груженый товаром. А нам сказали продавцы, что мусор они вот сюда складывают, и вы вывозите? Правильно, они этот мусор выкладывают туда, я вечерами вожу. Какой вывоз мусора? Нарушение законодательства. Например, в Троицком районе инспектор Минприроды и эколог местной администрации пресекают подобные действия. Но Павловский район один из самых проблемных с точки зрения соблюдения бизнесом законодательства в сфере ТКО. Здесь зарегистрировано больше 800 предпринимателей и только порядка 200 заключили договор с рекоператором. Поэтому сейчас рекоператор предоставляет павловским бизнесменам претензии о взыскании долга. Данный предприниматель брать документ отказался. А вы кто такие вообще? Региональный оператор, акционерный общий стойко-комплекс. Ну и кто вам это ко мне отправил? Мы сами приехали. А вы на какое основание приехали? Потому что по нашим данным мы не заключили с нами договор. Если человек отказывается брать претензию, вероятно, в следующий раз будет говорить о задолженности уже в суде. Все бизнесмены по закону обязаны заключить договор с рекоператором своей зоны на вывоз мусора. Они вообще к кому? А мы, собственно, к гражданину Меликяну, индивидуально предприниматель, рынок новый. Есть ли договор, заключенный с региональным оператором по обращению? Нету, наверное. Администратору претензию вручили. Она подписала. Владелец этого торгового центра должен за услуги вывоза мусора 479 тысяч рублей. Планово проводится претензионно-исковая работа. Мы выискиваем данных должников, направляем им претензии. После чего, выжидая определенное время, обращаемся в суд за засканием задолженности. На сегодняшний день судебная практика складывается в пользу регионального оператора. Иными словами, заплатить за мусор бизнесменам все равно придется, даже если они вот так грузят отходы в свою газель. Куда потом повезут этот мусор, неясно. На несанкционированную свалку, в ближайший овраг или в контейнеры в частном секторе. В последнем случае за вывоз мусора бизнесменов придется оплатить жителям Павловска, как часто и происходит. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.